Гидфон на связи! Лёгкий крейсер Хелена наконец-то близок к релизу, и его ТТХ финализированы! Это очень хорошая новость, особенно если вам был близок по духу старый добрый Кливланд 6 уровня. Почему? Тут всё просто! Этот корабль банально круче! А в чём конкретно, я расскажу после рекламы. Нужны бесплатные дублоны? Тогда качай приложение и получай их! Ссылка в описании! Используй промокод и бонус твой! Итак, на мой взгляд, Хелена намного ближе по ТТХ старому Кливланду, нежели открывашка ветки Даллас, который пока что ещё не финализирован в ТТХ, и потому о нём я расскажу чуть позже. Более того, на мой взгляд, Хелена даже лучше! Вы, конечно, можете спросить, что вообще может быть круче 12-152-мм пилорам, разрезающих корабли средних уровней как масло. И тут я вам отвечу – 15 точно таких же пилорам, как были установлены на старом добром Кливланде 6 уровня. С переездом, конечно, скорострельность данного корабля подросла, но это нам только предстоит узнать. А пока скажу, как есть. ДПМ тут для седьмого уровня – ого-го! При этом, в отличие от старого Кливланда, башенки тут очень даже шустры, что без потерь каких-либо серьёзных параметров, конечно, является крутой новостью. Причём даже в сравнению с новыми одноклассниками вооружение ничего так. Конечно, максималки стрельбы в стоке просто отвратительны, да и в топе это всего лишь 14,5 километров. Но в целом, если воевать не от синей линии, то этого вполне хватает. И разрывающий ДПМ Хелены уступает лишь Флинту и Атланте. В плане живучести кораблик также близок к старому Кливланду. Очков в прочности, конечно, стало немного меньше, но и броня местами стала толще. Хотя… Лёгкий крейсер! Хе-хе-хе! Какая тут броня! Главный приём выживания – это лавирование меж залпами, стрельба из-за островов и капелька удачи. Всё потому, что фирменная компоновочка с очень глубокой цитаделью старого Кливланда вновь проглядывается и тут. Так что если нам везёт, то сквознячок, если не везёт, то очень неприятное пробитие. Но опять же стоит отметить, что в сравнении с другими крейсерами седьмого уровня показатели живучести тут средненькие. Больше, конечно, чем у Атланты, но гораздо меньше, чем у Белки или Миока. В общем, если вести сравнение с годовалым обзором на Клив, то можно выделить только некоторые отличия в маскировке, причём Хелен тут будет в этом плане круче, и в динамике. Но тут, увы, у Кливланда было преимущество почти что два узла хода, 20 метров радиус циркуляции и полторы секунды рулей. Так что те, кто были особо разочарованы переездом Кливланда, наверняка найдут в данном корабле душину. Но стоит при всём при этом отметить, что какой-то им балансности для седьмого уровня Хелена не представляет. Ведь если сравнивать все те же самые показатели с седьмыми уровнями, то получаем, что динамика у Хелены средненькая или штуги рули особо выделяют корабль на уровне. А по маскировке, на удивление, Хелена чуть ближе к лидерам, но по большей мере все равно средничок. В общем, как ни крути, почти что по всем параметрам Хелена ничем не выделяется. Хотя я же совсем забыл рассказать про ПВО. Оно тут неплохое. Впрочем, вы могли догадаться об этом и сами, ведь у старого Кливланда оно тоже было огонь. И если что-то говорить про прокачку корабля, то покажу вам минимальный билд перков и модернизаций. Все это, как по мне, необходимый минимум. А вот почему конкретно и как качать корабль дальше, я рассказал в своем видео про крейсер Кливланда. Настоятельно рекомендую это видео к просмотру. Ссылочку оставлю в описании и в комментариях, да и в подсказках тоже. Ну а пока пару слов про тактику. И честно слово, тут корабль словно два пальца об асфальт прост. На открытую воду мы не лезем. По крайней мере, вести перестрелку с ордером, без возможности скрытия за островом, это чистого рода самоубийство. Однако из каждого правила есть исключение, как и получилось показать в этом бою. Сражение на открытой воде, в принципе, возможно с линкором, ну или край с двумя. Главное, держать дистанцию боя, достаточную для нашего уворота от ответных залпов, то есть не ближе 12 километров. А вот на дистанции 10 километров и ниже, мы можем и не успеть спрятать свою тушку. Конечно, в этот момент можно понадеяться на маскировку, но наличие эсминца в бою может такую тактику нехило подпортить. Ну а потому как броня тут не особо впечатляющая, я в большинстве своем рекомендую строить вам тактику от островов на фланге. Вокруг них можно спокойно катить опасные цели, линкора, либо тяжелый крейсер, который превосходит нас по хитпоинтам. Впрочем, в этом вы могли убедиться на примере Норманди. К тому же, близ островов всегда шныряют эсминцы и крейсера, которые могут оказаться не готовы к нашему разрывному ДПМ, который можно без страха использовать, попадая в топ и даже в боях с восьмерками. Ну, по крайней мере, тут это не очень критично. Но вот, попадая в бой девяток, забудьте о смелых вырывах. Хелена в таких условиях не способен поразить никого и никакими ТТХ. И потому, попав в попу, нам только лишь и остается надеяться на баллистику и прострелы через острова. И потому в своей тактике выбирайте те фланги, где союзников не так много, чтобы испугать противника пойти в атаку. В тактике догоняющего Хелена плох, в принципе, как и Кливленд. А вот в тактике отступающего очень даже хорош. В общем и целом, мой вывод по кораблю очень прост. Хелена, на мой взгляд, зайдет любителям Кливленда. Во-первых, потому что почти что во всем этот кораблик напоминает старую имбочку. А во-вторых, повышение в уровне тут компенсировали очень так не кисло. Так что прокачать его я, конечно же, рекомендую. Как и рекомендую вам подписаться на канал, если вы вдруг этого по какой-то причине еще не сделали. Ну а если видео было интересно и полезно вам, то не пожалейте свой лайк, чтобы выразить свою поддержку. Я же закругляюсь. Не болейте, не скучайте и до связи. И, кстати, да, не забывайте про колокольчик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok